Дорогие друзья, приветствуем вас на портале Экзегет. Поступил вопрос, как сочетать воспитание и свободную волю ребенка. Видите ли, надо все делать по возрасту и всему свое время. Как говорил царь Соломон в книге «Экклесиасты». Поэтому, когда ребенок маленький, то, безусловно, он должен подчиняться, то есть слушаться родителей. И подчину он явно ниже. Поэтому просто должен слушаться. И мы даже сами не должны его провоцировать на непослушание. Иногда родители очень легкомысленно, совершенно об этом не думая, говорят, там, сыночек, что ты будешь кушать на ужин? И дают ему выбор. Хотя выбор они на самом деле давать не хотят. Ребеночек говорит, я хочу есть макароны. А мама говорит, нет, сегодня ты будешь есть гречку. Тогда, дорогая мамочка, зачем ты спросила, что ты будешь есть на ужин? Зачем ты провоцируешь ребенка на вот эти неправильные разговоры? То есть пока ребенок маленький, просто должно быть послушание. И точка. И за этим нужно внимательно следить. Но когда ребенок уже подрастает, становится подростком, мы видим, что он начинает от нас отделяться, или, как любят сегодня говорить, сепарироваться. Ну, конечно, зачем? Зачем удерживать? Ведь насильно мил не будешь. Учите ребенка самостоятельности. Советуйтесь с ним. Старайтесь внимательно выслушивать. Учитесь его хвалить. Верьте в своих детей. Потому что ваши дети все равно, они от вас отстанут. У них все равно большая часть жизни, дай Божьим здоровья, пройдет не с вами. Ваши дети и мои дети, ну, давайте так скажем, наши дети, они в любом случае будут ошибаться. Им в любом случае в жизни будет больно. Они будут иметь успех. И у них будут ошибки. Их будут иногда предавать. И они, к сожалению, тоже будут иногда предавать. Что бы мы ни делали. Поэтому мы можем только подготовить их к жизни. Научить их самостоятельности. Верить в них. Сохранить с ними добрые отношения. Чтобы они знали, что бы ни произошло, я всегда могу прийти домой. И меня папа, и мама встретят, и меня выслушают, дадут какой-то совет. Так что всему свое время. И когда родители начинают навязывать свою волю, уже взрослому ребенку, которому 15 лет, 16 лет, то не надо удивляться, что единственным искренним желанием у ребенка будет сбежать с дома. Прям горячим. И он уже будет эту идею одержим. Он вам об этом не скажет. Потому что вы уже превышаете свои полномочия. Напоследок хочу заметить, что власть повреждает всех людей. И власть родительская также повреждает родителей. И отказываться от власти непросто. И родителям очень важно в определенный момент начать снимать с себя полномочия. Отказываться от власти. И постепенно детей начинать уравнивать собою. Это, кстати, никак не связано с почтением. Отлично можно почитать и равного. Но постепенно давать ребенку возможность вести самостоятельную жизнь. И если родители не отказываются от власти, то рано или поздно будет бунт. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...